Редколлегия Читару Сейчас одно медучреждение, ну люди хорошие, предоставили возможность нам попробовать вот эту вот еду, собственно говоря. У медфуда есть разные диеты, конкретно это для людей, страдающих заболеваниями почек. Да, простите. Вот, пробуем. У нас есть в наличии 2, 4, 6, 8 кусочков хлеба. Нам прям так по-братски дали хлеба побольше, чем нужно. Есть две одинаковых, в общем-то, порции. Это сегодняшний ужин людей, которые лечатся от заболеваний почек, соответственно. Мы видим картофельное пюре с кусочком, судя по всему, запеченного минтая, но жареным он не выглядит. Нет, он тушеный, он тушеный с морковью. Вот в одной порции поменьше морковки, в другой побольше чуть-чуть. То есть здесь минтай выглядит гораздо, он прям так... Можно посмотреть на него. Хороший, нормальный, обычный хлеб. Запакован. В отличие, кстати, от вот этой посуды. Она подается так, вот, не запакованной, просто фасуется, закрывается крышечкой и отвозится в медучреждение. Конечно, просится в это отделение что-нибудь. Но будем сыты тем, что есть. Да, можете поспецзаказать, и могут и рыбу в это отделение переложить просто, и все. И морковку. Вот сюда морковь, сюда рыба, здесь картошку. Ну, пробуй, Роман. Картофельное пюре на воде. Леденящая душу. Нет, ну, во-первых, по температуре действительно оно не очень горячее. Оно даже не очень теплое. Но вообще-то эту еду только что принесли в отделение недавно. Она действительно не была горячей. Может быть, она и не должна обжигать. Языки людей, которые лечатся здесь. Но это, конечно, не та домашняя пюрешка, которую мы делаем у себя дома. Она сделана на воде, то есть с использованием того картофельного бульона, в котором она сварилась. Больше сказать тут нечего. Ни пересола, ни недосола я никакого не чувствую. Для ужина в больнице пюрешка вполне сойдет. Ну да, я съем ее, и такое ощущение, как будто бы оказался в какой-то больнице. Или в школе, где-то там, да, в далеком детстве, может быть, в лагере на Арклее. Вы говорите, она вообще соленая? Нет, мне кажется, она не соленая. Наверное, но... Я чувствую вкус картофеля, и больше ничего. Я все понял. Здесь ничего не соленая. Так, но вопросы только остались по морковке, и я ее практически не нахожу. Ну, морковь она типа такая, как бонус. Не стоит воспринимать ее слишком близко. Она скорее несет эстетическую нагрузку, нежели какую-то вкусовую. Значит, минтай будет совсем бледным. Все будет бледно. А как минтай? Что я не почувствовал? Рыба без соли для меня это, конечно, наказание. Ребят, ну, конечно, такой твердоватый, знаете. Давайте я помогу. Попробую нагломить. Нет, ну, давайте честно, он не тухлый, он не проквашенный, не пережаренный. Если в нем не хватает соли, явно это сделано не со зла, исходя из соображений диеты, я думаю, что наверняка найдутся люди, которые имеют контрафактную соль и при недостатке ее могут посолить это блюдо. Соляные бароны? Да. То есть, в целом, ну, для действительно ничего страшного, критичного для вот такой еды я здесь не вижу. Чайку бы. Ну, конечно, хотелось бы разнообразия. Можно, может быть, даже какого-то минимального, опять же, не соленого, но салатика, я не знаю, потертой, там, свеколки или огурчик, там, половинку, что-то такое. Наверное, каждая диета рассчитывается еще и с учетом необходимых калорий, что-то такое. Не знаю, действует это у нас или нет в случае с медфудом. Но чем-то эти люди явно руководствуются. Ну, это просто еда, которая при невозможности получить другую еду, например, в больнице, мне вполне бы подошла. Соль бы я раздобыл. А хватило бы тебе наесться вот такой порции? Ну, если не было бы ничего больше. А, ну, с учетом вот этого вот, то да. В принципе, это экстра порция хлеба. Все равно еще что-то там, какие-то печеньки у тебя же есть там на тумбочке, да? То есть ты заживал, в принципе, может быть? Ну, условно, да, в параллельных мирах, там, где мне пришлось бы это есть, там были бы печеньки, конечно. В общем, эксперимент наш не закончился сенсацией никакой, потому что, ну, в идеале нужно, конечно, пробовать еду разную, завтрак, обед и ужин, нужно пробовать разные блюда. Но мы методом лотереи совершенно случайно получили возможность попробовать вот такой вот ужин из картошки и ментая. Мы не разочарованы. Обычная еда. Вполне себе. Человеку, которому нельзя соль, в принципе, ну, вообще нормальная еда. Ну, как бы, ну, нет особо претензий. Подсказывает нам, что бывает на обед суп не очень, который выглядит, цитата, как баланда. Но мы поели вот это. В следующий раз удастся поесть что-то другое и обязательно отведаем. Ну, вообще, это такой уровень столовой. Не в плохом то, что прям совсем смысле. Например, то, что вам в школе давали, только с меньшим количеством соли. Ну, если что, вы припасите соли, и все. Если вам можно. Я вот дома ужинать не буду, я, как бы, поэтому здесь все съел. То есть, как я уже сказал, такое странное слово не обламывает. Вот это действительно про эту еду. То есть, ее можно есть, ничего плохого в ней, в принципе, нет.